Девушки отдыхают. Большая часть беженцев, которые сейчас пытаются попасть в страны Евросоюза, из Сирии. Дамаску Россия продолжает оказывать военную помощь. Запад винит отчасти Москву в том, что происходит в Сирии. Однако российский президент Владимир Путин уверен, что поток сирийских беженцев без российской поддержки был бы еще больше. При этом в Москве заявляют, что кризис беженцев – это внутренняя проблема Евросоюза, а не России. Рена Саис с детьми приехала в Москву из Алеппо год назад. Ее муж еще раньше, на заработке. Все они христиане. Когда в Сирии началась гражданская война, мужчина получил статус беженца на месте на один год. Когда же вся семья попыталась получить статус беженцев в России, в федеральной миграционной службе им отказали. Обосновали тем, что, мол, недостаточно доказательств того, что этой семье угрожает больше опасность, чем другим. А в Сирии и так всем плохо. Семейство Саис подало апелляцию. Сейчас Рена с детьми большую часть времени проводит дома, а ее муж пропадает на работе, нелегальной. Мы ничего не можем поделать. У нас нет никаких прав, никаких бумаг, нет возможности учиться. Все очень сложно. Мы останемся и будем ждать. Время идет, но делать нечего. Мы не можем вернуться в Алеппо. Город практически весь разрушен. Там очень опасно. Старшему сыну Рены Джаду 7 лет. В этом году мать собиралась отдать его в школу, в первый класс, но не смогла. Из-за отсутствия документов из ФМС и регистрации, документы Джада не принимают. Рена пытается заниматься с ним дома. История семьи Саис не единственная. Российские правозащитники оценивают количество сирийских беженцев, бежавших в Россию от гражданской войны, в 10 тысяч человек. Что совсем немного по сравнению с мощным потоком мигрантов в Европу. И тем не менее, все они сталкиваются с проблемами. Очень часто Россию рассматривают как транзитную. В России просто нет никакой помощи беженцам. Ее просто нет. Люди не могут получить убежище, но они могут долго подавать, судиться. Вся бы это время регально находится на территории России. По словам правозащитников, беженцы из Сирии не только не получают никакого статуса. Достаточно много людей и вовсе выдворяют. И это несмотря на то, что всем странам, подписавшим Конвенцию ООН о беженцах, а Россия в их числе, Организация Объединенных Наций рекомендовала ввести временный мораторий на депортацию в Сирию. Независимо от того, легально или нелегально беженцы находятся в этих странах. Семье Рены, впрочем, депортация в Сирию пока не грозит. Хоть она и считает положение тяжелым, женщина надеется, что ее семье все же разрешат получить статус беженцев. Если же откажут во всех инстанциях, то тогда она сможет через ООН обратиться уже в другую страну за помощью. Донецкий городской суд Ростовской области во вторник продлил срок ареста украинской летчицы Надежды Савченко на полгода. Защита уже заявила, что решение суда обжалует. Дела Савченко и украинского режиссера Олега Сенцова, который также содержится под арестом в России, в Европе считают политическими. Поэтому в Брюсселе уже готовят так называемый список Сенцова и Савченко по аналогии со списком Магнитского. Именно она, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Фредерико Маггарини, будет создавать санкционный список Сенцова-Савченко. Резолюцию с просьбой создать такой список Европарламент направил в ее офис. По словам европарламентариев, речь идет о судьях, прокурорах, о тех, кто причастен к делам Савченко, Сенцова, Кольченко и Кохфера. «Российский режим не абстрактный. Существуют конкретные люди, которые на самом деле принимают решения. Мы должны четко указать на этих людей, и они должны понимать, что иммунитета после того, что они сделали, не существует». Европейские следователи начнут с анализа видеоматериалов и стенограмм судебных процессов над Олегом Сенцовым, Александром Кольченко и Надеждой Савченко. Примером для них станет список Магнитского. Пять лет назад Конгресс США ввел санкции в отношении более 60 российских судей, чиновников и силовиков, причастных к гибели юриста Сергея Магнитского. «Пример списка Магнитского показал, что санкции действуют, и они эффективны. Теперь введут санкции в отношении лиц, причастных к судебному процессу Кольченко, Сенцова и других». Ребекка Хармс откровенно демонстрирует свои симпатии. На ее мобильном телефоне виден украинский трезубец. Депутат Европарламента Альмар Брок также выступает за новые санкции против России. «Москва должна увидеть, что мы не можем смириться, когда иностранные граждан, украинцев, которые не нарушили законов, вывозят в Россию и судят там по криминальным статьям». Однако не все в Европарламенте считают, что новые санкции помогут заключенным украинцам и изменят позицию России. «Русские — это та пружина, на которую, если давить и дойти до определенного предела, то получается реакция очень сильная, обратная реакция. И вы можете наблюдать по совершенно независимым, неангажированным источникам, что растет рейтинг Путина на протяжении вот этого же периода». Окончательное решение относительно списка Сенцова-Савченко за Европейским советом. И, скорее всего, появится он уже после приговора Надежды Савченко. С 15 сентября предвыборная агитация в Беларуси переходит в активную фазу. Всем четверым кандидатам в президенты предоставляют по часу эфирного времени на телевидении. При этом основным героем всех новостных выпусков остается один — действующий президент Александр Лукашенко. Еще до недавнего времени его называли последним диктатором в Европе. Но с началом переговоров в Минске по урегулированию украинского кризиса слово «диктатор» стало звучать значительно реже. Означает ли это, что в отношениях Евросоюза и Беларуси наступила оттепель? Ольга Капустина расскажет. В Беларуси нынешнюю предвыборную кампанию уже окрестили одной из самых скучных. Наиболее жесткие противники режима на момент выдвижения кандидатов находились либо в тюрьме, либо за границей. Единственный кандидат от демократических сил — Татьяна Короткевич. Однако и она не смогла объединить вокруг себя оппозицию. На Западе также понимают, что выборы президента — скорее формальность. Но в Европе надеются на улучшение ситуации с демократическими правами и свободами в Беларуси. Мы ожидаем, что выборы пройдут без нарушений, что будет обеспечена свобода слова и свобода собраний. Пока нет оснований полагать, что в Беларуси установилась демократия. Но мы видим позитивные сигналы, например, освобождение политических заключенных. В общем, пока не оттепель, но прогноз улучшился. Потепление в отношениях Беларуси и ЕС отчасти связано с освобождением политзаключенных и посреднической ролью Минска в украинском конфликте. Готовность Лукашенко сотрудничать с Западом объясняется также и ухудшением экономической ситуации в стране. На сегодняшний день у беларусских властей есть большая заинтересованность в модернизации экономики. Для этого стране необходимы инвестиции. Инвестиции как финансовые инвестиции, так и инвестиции в ноу-хау. Брюссель заинтересован в сохранении стабильности в Беларуси. Но при этом очевидно, что стране необходимы глубокие реформы. Поэтому Европейский Союз стоит перед дилеммой. Выделить экономическую помощь, либо поддержать Беларусь. Дилемма заключается в том, что Беларусь до сих пор не показала достаточного прогресса в отношении необходимых внутренних реформ. В Европе ждут от Беларуси более весомых шагов в сторону демократии, чтобы иметь основания для возобновления диалога с официальным Минском. Во вторник северокорейские СМИ заявили о перезапуске ядерного центра в Йонбене. Причем работа начата, как сообщается, в полную мощность. Тему продолжим в новостном обзоре. Северная Корея возобновила обогащение урана для ядерного оружия. По данным местных СМИ, исследовательский центр в Йонбене начал работу в штатном режиме. Ранее власти КНДР объявили, что готовятся запустить спутник с помощью баллистической ракеты. Резолюция Совбеза ООН запрещает Пхеньяну их использование. Власти Венгрии во вторник объявили режим чрезвычайного положения в двух областях, граничащих с Сербией. Мудапешт готов начать строительство заграждения на границе с Румынией. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава правительства Австрии Вернер Файман потребовали созвать внеочередной саммит ЕС по проблеме беженцев. Всемирное антидопинговое агентство ВАДА опубликовало список тренеров, врачей, чиновников спортивных организаций, которые поощряли использование допинга. В список, среди прочих, вошли шесть россиян и по одному представителю от Украины и Белоруссии. Первое место по числу нарушителей занимает Италия. Во Франкфурте во вторник начал работу международный автосалон. На выставке представят свыше 200 новинок. Главным трендом в этом году станет автоматизация вождения. Начало работы выставки омрачил инцидент с главой немецкого концерна БМВ. Харальд Крюгер упал на сцене во время презентации. Как заявили в концерне, у него нарушилось кровообращение.